АТО В такой ситуации киевский режим Вынужден срочно разыскивать то чудо-оружие Которое будет способно радикально Переломить ход боевых действий В свою пользу Одним из кандидатов на эту роль Является естественно ядерное оружие Которым Украина некогда обладала И от которого отказалась В начале 90-х годов 23 июля 2014 года В Верховной Раде был зарегистрирован Документ, подразумевающий Возвращение Украиной своего ядерного статуса Страна, на территории которой На территории находится 5 атомных станций Должна будет развернуть производство Собственного ядерного оружия Однако процесс создания таких вооружений Даже при наличии соответствующего Сырья и не разбежавшихся По заграницам специалистов Быстрым не будет Но побеждать на Донбассе необходимо прямо сейчас Не дожидаясь осенней Распутицы и зимней стужи Что делать? Выход есть Если нельзя использовать один вид оружия массового уничтожения Можно использовать другой Вместо ядерного Бактериологическое Но позвольте Откуда на Украине этот вид ОМП? В советское время Центры его разработки Находились или на территории РСФСР Или на территории Среднеазиатских республик Так было Но жизнь не стоит на месте И за годы независимости Украине удалось развернуть Собственную индустрию По созданию бактериологического оружия Разумеется, не самой по себе А при мощной поддержке Соединенных Штатов 15 июня 2010 года В присутствии тогдашнего американского посла на Украине Джона Тефта И мэра города Эдуарда Курвица В Одессе была открыта центральная референс-лаборатория По диагностике патологических агентов Зачем это Украине, у которой уже был собственный противочумной институт? Анатолий Гороженко Директор Института медицины транспорта Эта лаборатория, на создание которой потрачено около 3 миллионов долларов, способна решить множество вопросов Эта лаборатория будет заниматься не только чумой, а всеми вирусами и инфекциями, в том числе и неизвестными Любопытно, что забота США о биобезопасности бывших советских республик распространяется не только на Украину В Грузии, на окраине Тбилиси, в годы правления Михаила Саакашили, тоже появилась аналогичная лаборатория Джеффри Сильверман, экс-советник президента Грузии Эта лаборатория была построена на деньги военного ведомства Стоимость ее 50 миллионов долларов Ее цель изучать биологическое оружие И эта лаборатория находится здесь, потому что ее опасно держать в США Причем Тбилисская лаборатория даже имеет собственное имя Названа она в честь сенатора Ричарда Лугара Который стоял у истоков американо-украинского сотрудничества в бактериологической сфере Вместе с нынешним президентом США Бараком Обамой Использование стран третьего мира для размещения нежелательных с точки зрения американского законодательства объектов Это давняя практика государственных структур США Потому нет ничего удивительного в том, что занимающиеся экспериментами со смертельно опасными вирусами лаборатории Находятся на Украине или в Грузии Однако, если размеры Грузии не позволяют устроить на ее территории несколько исследовательских центров То с Украиной в этом отношении все в порядке Именно поэтому, позволив открыть одну референс-лабораторию в Одессе Украинские власти дали согласие на возведение второй, которая должна была специализироваться на болезнях животных Место, где ее предполагали открыть, это поселок Шелкостанция близ города Мерефа, расположенного в Харьковской области Тогда, летом 2013 года, эти планы вызвали бурные протесты местного населения Из обращения жителей поселка Шелкостанция Эта лаборатория будет режимным военным объектом Минобороны США Подобное есть уже в Грузии Ни нам, ни всей Мерефе это не нужно Мы уже собрали подписи большинства жителей поселка и будем требовать остановки проекта Мы не хотим, чтобы нас использовали как подопытных кроликов в разработке биологического оружия Сибирская язва, чума, птичий гриб, ящер Эти и многие другие заболевания должны были изучаться в новой референс-лаборатории Но 27 ноября 2013 года, тогдашний губернатор Харьковской области Михаил Добкин распорядился прекратить работы Было ли это сделано, доподлинно неизвестно После Майдана Добкин лишился власти, а сам поселок оказался в прифронтовой зоне Харьковская область стала базой для украинской армии, воюющей на Донбассе Отмеривши до позиции ополчения, буквально подать рукой Итак, возможности, чтобы вести бактериологическую войну, у Украины есть Есть ли у нее достаточная для этого воля? Судя по просочившимся слухам, воли или безумия достаточно Владимир Иногородских, глава пресс-службы ЛНР Ввиду того, что боевые действия не приносят желаемого успеха, киевская хунта пошла на варварские преступления После авиационного обстрела здания Луганского областного совета кассетными боеприпасами по Славянскому украинские военные применили фосфорное оружие В планах у фашистского правительства применение бактериологического оружия По данным писателя и активиста сопротивления Дмитрия Цыговбродского Принципиальное решение на применение биооружия уже принято Единственный вопрос, что именно должно стать патогеном Предложенные варианты с лихорадкой Эбола и Чумой были отвергнуты По причине неконтролируемости их распространения В качестве альтернативы рассматривается холера Причем это не обычный штамм, известный на Украине Но специально завезенный из Грузии под вид Выведенный в той самой лаборатории имени сенатора Лугара Именно под использование этого штамма Украинская армия и меняет тактику применения артиллерии Когда уничтожаются водозаборные и водонасосные станции Чтобы представить распространение холеры Как следствие естественных причин Вторым патогеном может стать коронавирус Официально названный ближневосточным респираторным коронавирусным синдромом Близкий по своим показателям к вирусу атипичной пневмонии Вирус этот был впервые обнаружен два года назад Потому пока изучен слабо Распространяется аэрозольно То есть им можно наносить точечные удары Смертность по результатам применения 25-30% С готовностью Киева начать биовойну кажется все понятно Неясно лишь со временем 30 июня Петр Порошенко, президент и главнокомандующий Уже пообещал переход к плану «Б» По которому украинские войска не будут проводить масштабных операций Пока же наступление карательных войск продолжается Однако, судя по цифрам потерь в живой силе и технике Оно вот-вот должно выдохнуться Когда линия фронта стабилизируется окончательно Киев окажется в позиционном тупике Выход из этого тупика будет в том, чтобы подорвать тыл ополчения Блокадой, диверсиями, террором против мирного населения И, конечно же, болезнями Массовые эпидемии в лишенных нормального медицинского обеспечения городах Страшнее бомб и снарядов Невидимый, бесшумный, не знающий жалости штамм Убивающий расово неполноценных жителей Донбасса Это сегодня последняя надежда киевской хунты Проигрывающей развязанную ею гражданскую войну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok